В соревнованиях приняли участие аттестованные сотрудники всех силовых структур города. Всего 16 команд, в каждой по три человека. Среди представителей сильного пола есть и женщины, которые с легкостью могут поразить противника не только обаянием, но и мастерством. Так, уже в течение девяти лет в соревнованиях по настольному теннису принимает участие прапорщик внутренней службы Наталья Микинина. Она составит хорошую конкуренцию любому мужчине. Занятия теннисом, говорит мастер спорта, позволяют ей всегда быть в отличной форме. В первую очередь надо, конечно, усиленно тренироваться. Мои тренировки составляют три раза в неделю, по два часа. Настольный теннис – это такой вид спорта, которым развиваются все физические качества. И, конечно, для здоровья в любом возрасте этот вид спорта нужен, должен быть. Поддержать здоровье и укрепить физические качества помогают и другие виды спорта. Поэтому сотрудники полиции, таможни, наркоконтроля, ФСБ, ОМОНа, ЛОВДТ, ведомственных санаториев и пограничники участвуют и в других турнирах спартакиады. Всего их шесть. Следующие соревнования среди силовых подразделений и динамовцев пройдут в конце мая по мини-футболу. У нас будут проводиться соревнования по волейболу, потом у нас будут соревнования по служебному двоеборью, легкой атлетике. Ну и, конечно, наиболее, скажу так, симпатичный мне вид спорта – это рукопашный бой в ноябре месяце, где все силовики наши показывают все, на что они способны. А все наши болельщики, жители города могут посмотреть и убедиться в надежности, под чьей защитой они находятся. В командном зачете среди силовых структур лидерами традиционно стали сотрудники УВД по городу Сочи. Второе взял санаторий «Прогресс», а третье место досталось пограничному управлению ФСБ России. Победители получили дипломы, кубки и медали.